Девушки отдыхают Так, видео о гусин России по Челябинской области, БМТ и УС, склады, снабжение всех колоний, вот отсюда происходит продуктами, вот так работают, сейчас я вам покажу как работают осужденные, находящиеся на принудительных работах, которые сюда направили, какие условия нам вообще дали, то есть как работникам, вот это, это у нас вот такая вот, как это назвать, не знаю, вагончик или как-то, кабина, как ее назвать, вот тут нас 6 человек числится, и вот тут мы должны делать все, в принципе, кушать, обед, вот у нас тут проводится, переодеваемся, то есть вот там стол, один стул, то есть вот тут кровати какие-то стоят, то есть вот просто вот я пришел работать, и вот все в таком состоянии, то есть батарея есть, но она как бы еле-еле греет. холодно, окна, вон там все убито, нету ни раковины, ни туалета, каких-то таких вот условий, минимальных хотя бы, хотя бы минимальных, чтобы можно было после работы как-то что-то там в душ сходить там, элементарно, потому что работа тяжелая. сейчас покажу вам, как у нас происходит момент умывания, после работы. это второй такой вагончик, вот он снаружи, вот это вот берлога, вот второй вагончик, вот тут у нас душ, как мы его называем, а вот он, в принципе, и душ, весь, вот такой вот, то есть техническая вода, вот и запускаем. всегда горячие, как бы не холодно, ничего нету, то есть все, что все, что мы можем, это вот здесь, в этом, как бы над этим ведром там руки помыть, что-то, и все, не больше, не меньше, все удобства. такие, с заработной платой в 11 тысяч рублей, склад мяс, вот так грузят его, осужденные, находящиеся на принудительных работах, с нарушением всех санитарных норм, ни книжек, ничего, санитарных нет, да, все вот таких вот ходят. в чем есть, ходим, вот можно там наступить, я только что грузили, химию ходили, там порошки, не порошки, и сейчас вот на мясе, пожалуйста, все, заходим, свободно, нас запускают, да, ничего не говорят, никто, все, все, похрен, в принципе. так, БМТ и ВС Челябинской области, гусин России, погрузка мяса для питания осужденных, века один, гусин России по Челябинской области, вот таким образом происходит погрузка, вот так все это складывается, потом вот этими матрасами, теми, все это будет накрываться, непонятно для чего, осужденные ложат все вот так вот, в таком виде, без спецодежды, без перчаток, грязные матрасы, да, матрасы на них, наверное, ни один зек умер, потом вот это все накроется, кузов из-под стройматериала, постараемся зафиксировать, да, тут пол, как бы, вот оно, все, что есть, прямо на него ложится мясо без всяких там покрывалов. Ну да, и мясо все грузят, и другое все грузят, то есть там, ну, как бы, такое, там, куда идут, куда скажут, то есть, то мы и делаем, вот такое. Вся пища, вот мясо, что-то еще, вот она вся в такой антисанитарной обстановке? Ну, это же люди потом ходят. Да, конечно, тут вот, допустим, крупы, даже мы те же грузим, они постоянно там в кале, в мышином, все погрызаны там, то есть, они там, ну, как бы это вообще, словами не передать, там, мука, все вот это там, крупы, то есть, и там, где-то там погрызан, там, сыпется с него там, с мешка, все равно говорят, тащите, грузите там, осужденные все съедят, то есть, вот такое. И вот эти туши, они просто лежат на полу где-то, да, в каких-то странных посещениях? Ну, да, подоны, подоны какие-то подложены, вот эти вот, может, вы видели такие подоны деревянные, и как бы, и все, ничего там, не стелится, там, даже хотя бы элементарный какой-то картон, там, то есть, такого нет, просто вот оно, как бы, ну, кидается, там, опять же, там, ну, там, надо, там, не влазить, все, надо грузить выше, то есть, прям вот ногами, но все это встается, там, ходит, то есть, по ним, по этим тушам, и складывается выше, и вот так вот, как бы, все это происходит, там, перчаток никаких, там, не резиновых, ничего, вот там, хбшные, варежки, всякие, мы вот, порошок таскаем, ими, там, то есть, это тоже в колонии грузим средства личной гигиены, порошки, тут же идем, хватаем это мясо, потом идем, там, в холодильник, на какую-то рыбу, там, потом идем на муку, на банки, там, вот эти, как они, там, капусты, там, соленья какие-то, готовят, там, тоже оно все так пахнет, как смрад какой-то, вообще, у меня первый вот день был, то есть, первую неделю, наверное, я там чуть в обморок не падал, когда вот сталкивался с такими вот вещами, да, там, с тушами, вот с этими зелеными, там, желтыми, какими-то, там, такого кислотного цвета, непонятного, то есть, и, ну, не это, не укладывается такое в голове. И все это потом людям. Ну, да, да, все это людям, я сначала тоже думал, что это не людям, как бы, но, как нам тут, нас тут, если называют, что нам говорят, открыто, что мы не люди, то есть, ну, я тогда не представляю, как они считают осужденных, которые в колониях сейчас находятся, и с нам открытым текстом говорят, что вы не люди, то есть, и у нас ничего быть не должно вообще, то есть, вот, нам такие слова говорят, вы осужденные, вы не люди у вас вообще ничего не должно быть коллега говорит что даже туалет он в лес ходим то есть зима сейчас минус 30 как бы и как как хочешь как бы так и не вытерпеть нет нет там есть какой-то но он как бы стоит рядом с тут привозят из колонии женщин осужденных и он как бы рядом с их стоит этим как бы вагончиком тоже у них там своеобразно такой ну как бы я думаю ну не целесообразно будет туда ходить то на потому что как бы во первых они под конвоем ходят то есть во вторых как бы ну они женщины и мужчины то есть у них же все равно они же осуждены еще считаются они в робах ходят с конвоя то есть я думаю это будет как-то ну не нормально если мы будем ходить мы зайдем а там а кто-то из осужденных то есть из женщин то есть вот так вот такое нету вот снег как в каменном веке наверное так как бы я слышал такие слова что там а президент говорил российской федерации что когда они обсуждали с директором син то есть вот этот когда планировали центра делать исправительное что владимир лишь повторился это не будет гулагом и может быть я не может быть он не в курсе что происходит то есть но именно похожие условия на гулаг нам и создают то есть это как бы иначе у меня уже просто сил нету как это назвать да да как так все плохо плохо все избиение в основном как бы там табуретками и палками чем только не было провокации со стороны администрации также все это как бы ну такое как бы кулаками бьют или палками или вообще что делаю палками кулаками табуретками там ну чем только не битом шлангами каких-то угрожает изнасилованием возвращенной форме и это тоже конечно то есть если если что-то будешь там не так делать как мы скажем там и вот все это там будет как бы ты не первый такой там вот это подобные слова звучит и вот того и этого там начинают рассказывать за свои достижения в плане издевательства на засужденными вы тоже меня загрузите да конечно конечно все все грузят там и не только мясо там и бытовую химию там с бытовой химии на мясо с мясо на муку и там на крупы то есть и вот так оттуда сюда и вот нас посылают то есть сами холодильники там как видео показано было никак не оборудованы то есть никаких халатов там они висят как бы но они висят один халат а одна пара там каких-то доложь-галошь да и но это на одного человека то есть это смешно как бы когда-то то мясо вчетвером там грузишь даже какая-то может быть одна пара один халатик но для видимости то есть они повесили что вроде как есть имеется и то есть никто этим не занимается никто не это не отслеживает вот приезжала комиссия какая-то прокуратура московская мог хоть как-то надеялись что что получится возможность с ними как-то пересечься поговорить но они как-то все тихонечко их провели то есть но и не дали нам не предоставили возможность чтобы мы могли хотя бы как-то показать продемонстрировать что здесь вообще происходит а нас перед этой комиссии заставили прятать их не просто да то есть ему там все убирали на складах то есть непосредственно комиссии готовились но это так это обычное дело видовое комиссии как они готовятся чтобы мы их прикрывали посещают либо справа защитники например члены унк по челябинской области нет не было то есть недовольство там и таких серьезных недовольств и плане работы там и в плане там предоставления выходов за пределы то есть для встречи с родными с родственниками точно выходные вот элементарно мы все работаем неделю на выходные дают один выходной для этого то есть 2 дня подряд нельзя это это и от их от от лица администрации такое точка по поверу такого нету по правилам такого нету если на усмотрение администрации этого тура администрация усматривает так что можем только один день на выходной либо субботы либо воскресенье и только 4 часа то есть и вот хочешь с родными выше хочешь там куда-то сходи там то есть магазин там одеться не знаю будили там парикмахерскую сходить но если возможности есть, не как у нас тут. У нас нет возможности посещать парикмахерские или еще что-то. Одеться-то не в чем, на еду только все уходит. С родными выбирай 4 часа, на что тебе потратить. Или ты поедешь с родным, с ребенком, увидишься, с женой, у кого что-то, девушка, либо ты пойдешь в какой-то магазин, либо совмещать полчаса там, потом бегом туда, бегом туда и как-то вот так. Но два дня подряд не даю заболеваний, то есть тоже тут как бы наличие там у всех разного рода, то есть у меня дерматит, я с ним с детства мучаюсь, это кожное воспаление, то есть на любое там восприятие, вот даже я в колонии на швейном производстве работал, у меня там тоже дерматит пошел по рукам, просто там от того, что ткань была какая-то не такая. Здесь вот у меня опять начинаются уже волдыри такие различного рода вылезать. потом вот гепатит есть у одного из осужденных, тоже как бы, который грузит и вот эти туши и все вот это, то есть геморрой там, да и прочее, то есть нас тут как-то назвали животными, так это и то, как комплимент уже звучало. Вот так вот все это происходит. Мы охотим-то реально в лесках собачки. Ну да, охотим-то и правда в лесках собачки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова